всем привет сегодня у нас скажем так урок насчет пространственного сканера которые продаются за гс и стандарты старкомплекта я покажу на практике как им пользоваться это во первых ну а вторым уроком будет как правильно добывать астероиды и что из них выпадает так 1 пространственный сканер как видите он тут по цвету делится на несколько цветов видите красным это враги так у нас еще есть зеленый цвет это принципе ресурсы такие как руда ну и второстепенные контейнеры которые могут лежать в принципе всякой конструкции видите чем ближе к нему подлетаешь тем полоска становится так у нас есть еще фиолетовая метка фиолетовая метка это у нас астероиды астероиды не делятся по цвету то есть так же как обычный астероид это графитовый богатый графитовый просто богатый астероид не будет разделяться по цвету так есть еще у нас синяя метка но синяя метка это у нас скрытые контейнеры которые в принципе можно найти только с помощью пространственного сканера но к сожалению в этой локации их нету поэтому я не буду даже стараться ему тут найти так дальше у нас будет идти добыча астероидов так давайте найдем наш астероиде то есть от пушки в принципе от орудия который стоит на вашем корабле это особо не зависит главное чтобы она быстро не перегревалась то есть сначала мы его нагреваем а потом начинаем поддерживать нагрев примерно в районе 70-80 градусов до тех пор пока он но главное чтобы было у вас в опровещениях отличное извлечение тогда ресурсов у вас будет больше выпадать качестве конечно так как смогли заметить я уже тут летали на времени примерно в полчаса все что я там был за полчаса в этой локации у меня сейчас тюме так насчет астероидов еще хотел сказать что они обновляются то есть принципе можно летать по кругу постепенно их набивая пока вы закончите один круг они обновятся и вы можете летти по второму постепенно добывая ресурсы ресурсы выпадают рандомно поэтому угадать какого астероида что выпадет тяжело единственное что можно угадать локаций то есть здесь кристаллические астероиды то в основном естественно осколки кристаллов остальное все пойдет уже рандомно также могут выпадать и монокристаллы и иридиум начиная там 120 тысяч заканчивая двумя миллионами так же у нас сейчас ввели чипование поэтому единственно открою секрет что можно сделать пушку чтобы она выбивала в руду сразу то есть это будет длиться где-то секунды полторы это моментально принципе но чипы нужно ставить на крит и шанс крит открыт я думаю я этого не делал не вполне достаточно этого как видите и так хорошо у меня это устраивает ну а сами дальше смотрите как спасибо за внимание удачного вам фарма